Я прекрасно помню, какой был дефицит у меня лично, моя семья, скажем так, ну, нам трудно было находить финансы на мою спортивную экипировку. Я помню, что это всегда было очень серьезным вопросом в моем детстве. Были моменты, когда, в принципе, мое дальнейшее продолжение занятия баскетболом было под большим вопросом, потому что не было возможности купить обувь, купить какой спортивный инвентарь, там бы деньги найти на сумку или мяч баскетбольный самый дешевый. Поэтому, именно поэтому я хочу, чтобы таким вопросом эти дети задавались в последнюю очередь, чтобы у них были все условия, которые, в принципе, им Валерия Блеча предоставляет. Я родом из этой школы, она мне дала очень многое, дала мне воспитание, правильное понятие о мире, чувство плеча, товарища, с которыми я до сих пор общаюсь. Мне многое в этой школе обязаны, хотя бы хоть чуть-чуть так вот вернуть. Я, в принципе, не планирую на этом заканчивать. То есть я хочу жить каждый год по мере своих возможностей. Может быть, по завершению карьеры этих возможностей станет меньше, но, опять же, тогда у меня будет больше свободного времени, я смогу просто появляться здесь чаще. Да, опытом делиться, как-то беседовать. Да, я вообще считаю, что очень мало игроков реально помнят про то, откуда они родом, откуда они вышли, кем они были до того, как им кто-то помог. И я бы хотел, чтобы эта тенденция менялась в лучшую сторону. Я рада, что есть такой человек, который подарил нам новый инвентарь и поможет нам в дальнейшем обучаться лучше баскетболу. Одно дело смотреть на надпись на стенде или на мою же майку в коридоре, другое дело просто пообщаться, снофироваться. Потому что я реально здесь начинал. Я помню первую тренировку, после которой я пришел домой, я плакал, я говорил, что я больше не пойду сюда. Потому что мне было настолько тяжело физически, это был второй класс, кстати. Я просто понимаю, что я это делаю не зря. То есть вот все, вот это вот, все то, с чем связана вся моя жизнь, баскетбол, это все не зря. То есть если хотя бы одному человеку я смог поднять настроение фотографии с собой, ну это уже круто. Очень приятно, тем более это уже у Кирилла не первый приход. И я вижу, что он получает удовольствие от того, что он дарит подарки детям. И у них такой обмен энергии. И здорово, что это происходит. Видите, до этого и Кирилл Натяжко посещал школу, дарил форму. Теперь Кирилл Фисенко. Надеюсь, что потом еще наши игроки будут приходить не один раз. В целом, это как получается традиция. И я хочу, чтобы эта традиция продолжалась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова